Задача, конечно, такая. Очистить несколько образцов сокислыми и бедровокислыми железа. Вот такой ванни в детской. Она, конечно, вроде и не надо, но сами понимаете, если такой образец сделать, я его пробовал уже один раз. Видите, какой. Мне нравится. А золотой горки мелкие и покрупнее, и кварчики в разные стороны. То есть вот его нужно будет... Это вот Скопи Санникова. Может вот эта вот ржавая часть удалится. Кто его знает, может посимпатичнее будет. Вот тоже. Примерно оттуда же. Но чуть дальше, поярче. Так же вот такой вот образец, что из него получится. Это бедно-рудянская. Нижний Тагил. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот что-то. Медная зелень на буром железнике. О, это издалека за Байкалье. Вот такой вот куварчик. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, перелит, конечно, нет. Ничего с ним не будет. Но все же засуну вот здесь вот, может быть. Может быть, какие-то частички тоже выйдут. Так, это что? Это что у нас? Это кварчик тоже. Щеточка кварцевая откуда-то. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Тоже, видите, вон медная зелень. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот образец с хрустальной горки. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Что щавелевка собьет? Это, конечно, до кучи. Вряд ли из него что-то доброе получится. Ну, видите, кварцы как лежат. Вот из отвалов ежакова копей. Вот он лежит неплохой, конечно. А это черное, это... Возможно, даже зимой работали. Это просто отгорело. Ну, сам это вот такие интересные образцы достались мне. От гема протравить, видите? Золотой горки березовские. Вот здесь вот даже вот... Вот здесь вот... Даже хлорид виден. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Светлым-то желто-белое хорошо смотрится. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Того же хрустальная горка. Ну, перелив. Смотрите. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Интересным рисунком. Это до кучи сюда. О, Забайкалье. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Из него ничего, конечно, не получится, но... ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Это у нас куперантомная... С нее вот еще такой образец. Это крокаит. Ну, это, да, еще один образец довольно интересный. Золотая горка. Так, положим с магнититом туда, посмотрим. Ничего интересного. Ну, это вообще-то, да, с аметистовой? Ну, давайте. Ну, продолжим. Этот можно не класть, но ладно. Чтоб меньше щавелевки ушло. Это, видите, этот какой он, такой несерьезный, большой. Сколько сюда надо воды? Ну, ведро-то точно, наверное, надо. Литров 10. Смотрим, сколько положить щавелевой кислоты. Да, кто его знает, как говорят, добавлять по вкусу. Одна столовая, две столовых, три, я примерно говорю. Ну, здесь 4, наверное, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ну, вот, 11, может, ложек я положил. Сейчас мешаем. Конечно, пластмассовой таре лучше или нержавейкой пользоваться. Вот такое вот. Стекло разобьется. Деревяшкой можно. Сейчас вот замешаем, посмотрим. Ну, 5 литров. Мы вылили. Рукой не надо. Вроде ничего страшного, с одной стороны, а с другой стороны нет. Если есть ранка, всё равно будет жечь. Если есть возможность, там, тёплой водой или горячей, пожалуйста. Быстрее растворится, быстрее процесс пойдёт, на чистке кварца. Так, ну, по-любому нам надо вторую банку-то вылить. Ну, думаю, 10 литров. Для начала. Давайте вот этот вот ещё. И ещё добавим. Уж очень грязные у нас образцы. И, то есть, много кварца. Ну, вот полностью не закрыла там, где нужно, поэтому ещё 5 литров. 5 литров. Ну, и 5 литров. Ну, и 5 литров. Ну, получается, в принципе, на 1 литр. Одна ложка. Вот, залил, видите, полтора ядра воды. Тут ещё место есть, поэтому те, которые поинтереснее, нужно обработать. Сейчас прикрою, а завтра посмотрим. Может, послезавтра, как время будет. Ну, вот, прикрыли. Пусть процесс идёт. Ну, вот, сутки простояла в щавелевке. Вот такая вот хрень. Где-то там я взял щётку волосяную побольше, поменьше. Сейчас надо... Вот видите, что-то получается. Вот так вот. Можно и руками взять, но нежелательно. Ну, и везу в другое место, где проточная вода есть. И там пошёркаю, почищу. А потом отберу образцы, которые нужны по второму, а может, и по третьему разу. Те отложу, чтобы ещё сделать несколько раз. Ну, вот, перевёз в другое место. Ой, какой красавец стал. В воде-то камни и так лучше смотрятся. Берёшь вот, ну, можно такую щётку. Можно посуровее. Какая-то старая тут была. Ну, не металлическая. Металлическая, хотя можно, в принципе, вот эти вот. Такие камни, которые, допустим, без кристаллов, чтобы не снести кристаллы. Ну, такие вот, можно. Там перелив, тьяш, ну, вся холера, но она, опять же, на ней и окислов, то железо практически не бывает. Берёте и шоркайте. Ну, здесь вот и шоркать нечего. Вообще, классный камень. А если ещё на солнышко его... Вообще... Здесь даже, видите, красненькая такая, красненькая жилка идёт. Красавец камень. Так, я только что держал. Вот уж очень не нравится золотой горке. Ну, да, ну, показательный вот этот вот образец. Видите, он был весь в железе вот в таком вот. Весь-весь в окислых был. Коричневый. Чуть ли не черна даже. А видите, вот часть отмылась. Часть нет, конечно. На второй раз пойдёт. Хотя можно его и не мучить. Ну, вот этот образец довольно интересный получился. Тут было немножко. Окислов, они исчезли. Он сам по себе интересный. Видите, порода здесь вот по лицде оконтуривает её. Корочка халцедона. Светло-красноватого такого оттенка. Потом идёт вот прозрачный халцедон. Потом жёлтенький. И вот такие вот, видите, пятнышки. Ещё и животки вот тут небольшие есть. А здесь вот жёлтенькие. Ну, в общем, красотуля получилась. И ещё вот, кто первый раз сталкивается. Некоторые образцы не обязательно чистить до самого конца, чтобы всё это коричневое ушло. Вот, в частности, на этом. Вот, смотрите. Вот здесь вот есть чистенькие кристаллы кварца. Беленькие, прозрачные кристаллы. А есть вот здесь вот, видите, мелкие. Ещё, на которых хокисл и железо сидят. И они очень неплохо. Даже, я бы сказал, очень хорошо смотрятся. Вот здесь вот эта вот, правда, сторона. Вот. Вот эту бы снять. И тогда... То есть, всё вокруг этого, вот это вот, беленьким сделать. А эти кристаллики пусть останутся. Они очень неплохо смотрятся вместе с кристаллами кварца. Беленькими, прозрачными, без окислов железа. Поэтому, вот такие образцы. Здесь взяли, почистили немножко волосяной щёткой. А вот эти вот края. Вот здесь вот, где нет кристаллов. Вот это вот. Это можно и металлической щёточкой пройтись. Быстрее отойдёт. Быстрее отойдёт. И образец более респектабельный вид будет иметь. Сейчас ещё один покажу. Вот тоже немножко отошло. Это с барских ям. Вообще красота. Кристаллы в разные стороны. Абсолютно. И большие, и поменьше, и побольше. Видите? Поблёскивают. Подсохнет. Тоже красиво будет блестеть. Интересные барские ямы. Давно я там не был. Посильнее. Вау. Красотуля моя. Местный камень. Перелив шайтанский. Дикит. Кварцевый агрегат. Смотрите, какой рисунок нежный. Да ещё корочка здесь. Красота. Не ожидал, но вот с этого образца очень хорошо с кристаллов съехала эта оржа. Вот этот вообще почти полностью очистился. Вот такой даже с небольшим налётом. Он интересней. Дальше его чистить не надо. Вернее, замачивать. Вау. Какая нежная. Вау. Какая нежная. С неё даже бежит видно. Видите? Вау. 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 Ну конечно он заметно преобразился в лучшую сторону. Видели как вода сразу стала коричневая. Текла с этого образца. Нормалёк. Ещё пару раз и будет отличный образец метистовидного кварца. А вот это вот, чтоб не путать. Видите? Вот это да. Это окисложелезо. Вот они. Поверху. Да. Вот это нужно щавелевкой отмачивать всё равно и чистить. Вот это вот тоже. Вот. Некрасивое окисложелезо. А вот здесь вот видите кварц. Кристаллы кварца. По ним ещё мелкокристаллический кварц такой наложен. Вот он кристалл. А здесь вот с этой стороны кварц с гематитом уже. Он уже внутри кварца. То есть его никаким образом оттуда да и не нужно. Так он лучше смотрится. Если вот эта вот вся шняга уйдёт, то образец будет неплохой. Ну это да. Это вот. Это ребята. Это за что старались. Вот видите? Вот этот образился как-то зимой. Закладывал. Ух ты! Вот это мне нравится. Видите? Хлорид проявился. То есть зелёненькое. Лучше стало видно на этом фоне. Сейчас лето. На улице поставил. И пусть стоит. Красота. Его надо как-то отдельно концентрированный раствор делать. Это из кварцевой жилы. Золотой горки. Берёза. Вау! Балдёж! Смотрите-ка. Вот здесь вот этот чёрный гетит. Я потёр и под ним оказался. Вон. Похоже золотистый. Больше тереть не буду. Сейчас подсохнет. Посмотрим. Ну вот ещё раз эту шнегу обработал. Видите, вода какая коричневая даже стала. Вот кракаитик на кварца. Вообще великолепно. Так. Ну вот заложил. Заложил в тазик. Посмотрим. Некоторые образцы. Ну и добавлю ещё вот таких вот. А вот эти кристаллы не буду уже. О кристаллы говорю образцы. Ну вот это вот что чистить тут. Видно, что кварц из аметистовой жилы. Аметистовидный кварц. Вот его оставлю. Ну это для эксперимента. Купенские гранаты. Почище стали. Может просто в воде вымылись. А может действительно. Какая шнега. Тоже не буду дальше. Вот это не буду мочить. Видно из него уже ничего. Сальхофт магнетит. Бесполезно. Вот этот вот очистился. Ну и пусть он такой бело-жёлтый год. Вот образец. С барских ям. Что нравится он, когда даже высохнет. Не любой образец блестит. А этот вот. Видите? Видите? Всё в блёстках. Кварц мелкозернистый. Барские ямы. Тоже не будем. Вот эту вот. Вот эту шнегу положу в другую. И сюда-сюда не войдёт. Постепенно отходит. Красава материал. Ещё бы золотинки на нём попались. Подержу. Вдруг что-нибудь вылезет. Красота. Тяжёлая такая. Ну вот. Сейчас буду готовить и заливать сюда вторую порцию. Щавелевки. Вот. В ведре тоже в пластмассовом буду разводить. Вот оно. Цена. Рубль пятьдесят. Пять плюс-минус 0,5 литров. Вот пятилитровое ведро. Сколько сюда кинуть? На пять литров. Ну пять столовых ложек. Брошу. Ну вот растворяю. В небольшом количестве воды. Так удобней. Перемешивать комки. Они хорошо растворяются. Так вот прижмёшь их к стенке. Добавишь воды и снова перемешаешь. Ну вот. Практически. И всем хватило. Кинуть. Ну вот. Очередной день прошёл. Еще сутки. Здесь в щавелевке лежали образцы. Вот как по идее. Скворца. Должно. Железо сниматься. Видите. Оно отошло немного. Сейчас я шоркнул чуть-чуть. Вон оно даже. Вон. Сразу чистенькое стало. Ну вот этот образец. Видите. Уже. Более. Стал походить. На настоящий. Вот это бы еще снять. Ну а эта шняга. В принципе. Пусть остается. Видите. Кварц. Я уже говорил. Похоже. Амикистовидный. С гладких кристаллов кварца все хорошо отходит. Ну. Без каверны. Если грани. Даже. Вот видно. Видите. Пальцем. Пальцем. Пальцем тру. Она. Без всякой щетки. Отходит. Пальцем трубку. Так нельзя делать. Вот. Ополоснули образец. Чтобы. Руки в щавелье внизу не находились. сейчас я щёточкой пройдусь покажу там включение как я обалдею отключение это вообще был бы кристалл полностью с включениями было бы интересно эти осколки они так на любителя мелочь почти полностью чистилась ведь чуть-чуть есть на вот тоже вот это кристальчик на граних кварца чистого хорошо все снимается раз ополоснём помоем видите вот этот кварчик такой курочки курочки холцедоновая видите вода становится мутнее конечно конечно чистится не достает продолжаем вот она красотуля вот она красотуля но это мелкие работы зубной щёточкой я снимать не буду потому что это долго держа в руках камеру и